Я бы сначала хотел сказать о некоторых научных результатах, которые, как мне кажется, знаковые и в этом году получены в нашей науке. Ну, поскольку всё-таки мы пока ещё находимся в ковидном времени, наверное, надо сказать, что в этом году у нас есть очень интересные результаты по разработке новых лекарств. То, что касается вакцин, это, надо сказать, был результат прошлого года, и здесь наши учёные и Российская Академия Наук сработали очень эффективно. Вопрос с лекарствами действительно непростой, и у нас сейчас проходят испытания предклинические, даже клинические некоторые лекарства. Но я бы хотел обратить внимание на совершенно новый подход к созданию лекарств, который был продемонстрирован нашим Центром Биотехнологий. И этот результат связан с блокировкой вируса не при проникновении через вот этот вот рецептор, который мы все уже хорошо знаем, АСИА-2, а просто при первоначальном попадании на поверхность клетки. Оказывается, что на поверхности клетки есть достаточно большая зона, не очень сильного, но всё-таки существенного притяжения, на которую сначала попадает вирус, а потом он уже, двигаясь по ней, зацепляется за этот рецептор и уходит в клетку. Вот впервые в мире сейчас разработано лекарство, которое блокирует вот эту вот область, это так называемый гепараносульфатный комплекс, и сейчас ведутся очень успешные клинические испытания, и мы надеемся, что наряду с разработкой и других лекарств, которые у нас есть, и аналогичное другим разработкам в мире, это будет наша вот такая новелла. Александр Михайлович, а назовите, которую разработал? Федеральный центр биотехнологии. Ну, в сотрудничестве, конечно, с рядом медицинских учреждений не главное.